Цены на зерно этой осенью как никогда высокие, за тонну фуражного дают 8,5 тысяч рублей. В позапрошлом году доходило до 3,5. Тем временем уборочная кампания в Тюменской области практически завершена. А тех, кто поставил точку и кто еще в полях, узнаем у Инны Михайловской, которую мы приветствуем. Инна, здравствуй. Каким все-таки будет урожай, уже известно? Здравствуй, Иван. Каким будет урожай, заранее просчитать сложно. Ну, судите сами. Вот если бы сентябрь был сухой и солнечный, так уже бы давно поставили комбайны на прикол. Да? Не тут-то было. Благо в октябре вернулось роскошное бабье лето. Аграрии только успевали вывозить урожай с полей. Зерновых уже убрано на площадь 99,6%. В Упоровском районе, например, еще в полях два хозяйства. Так, на сельхозпредприятии «Земля» молотит пшеницу. Общая урожайность по зерновым достаточно высокая – 36 центнеров с гектара. При средней по области в 24,6. Работа проведена была по подготовке пассивной техники. Большая работа, очень большие затраты мы понесли по всем делам. Ну, естественно, выстроили технологическую дисциплину людей, настроили. Все же зависит от человека, поэтому у нас ходило два пассивных агрегата. Агрохолдинг поддержал нас в снабжении семенами, удобрением, топливом, запасными частями, средства защиты растений. Ну, это все как бы дало плюс и результат. На 11 октября поставили точку хозяйства 15 муниципалитетов. Среди них – Викуловский район. Завершили накануне, используя по полной теплые октябрьские деньки. В агрокомплекс Викуловский прибыли коллеги с юга. В середине сентября эти акросы финишировали на полях Ставрополья, а в октябре бороздили просторы земли Тюменской. В общей сложности одновременно молотили 26 комбайнов. Убирали рапс и пшеницу. Сегодня мы вышли в 12 часов, ждали, когда подсохнет. Ну, вроде бы не дождемся сверху, начинается капать дождь. Вот поскольку гектаров за день удается отмолотить? Ну, если сухой транспорт, у нас и сухое зерно идет, то где-то гектар по 400, около 500, 7-18 кабин мы убираем. Высокая влажность – проблема номер один в этом сезоне. В сентябре по области местами выпала даже трехмесячная норма осадков. Стояли почти весь месяц. Зерно с высокой влажностью – земля тоже. Поэтому такая картина была не редкость, когда восьмитонный трактор тащил грузовик. По грязи вывести 20 тонн зерна – именно столько входит в кузов КАМАЗа – не так-то просто. Увязнуть можно и вовсе выйти из строя. Погоду не угадаешь, просто как дожди пошли. В прошлом году как-то получше было. Убирали в озернинской стороне, погода дала, быстро убрали. А вот меньше как-то затягиваться. И при всем при этом уборочную кампанию 2019 можно назвать успешной. Судите сами. Уже в закромах более миллиона 600 тысяч тонн. Некоторые предприятия даже поставили свои рекорды. Племзавод «Юбилейный» намолотил более 160 тысяч тонн зерна, тогда как в прошлые годы получали максимум 135 тысяч. Или агрофирма «Крим». Картофеля собрала более 120 тысяч тонн. Если мы вспомним с вами весеннюю полевую кампанию, летний период времени мы с осторожностью, но тем не менее говорили о том, что пока складывается благоприятная ситуация. Весной вовремя прошли осадки. Летом не было изнывающей жары. Была комфортная температура для того, чтобы растение полноценно могло развиваться. Сельхоз товаропроизводители больше, чем в прошлом году применили минеральных удобрений. И все это привело к тому, что валовый сбор у нас значительно выше, чем в прошлом году. И будем рассчитывать на некие, может быть, промежуточные рекорды. С зерновыми не сегодня-завтра закончат, но у нас в полях еще остается рапс. Для него сезон был не совсем удачный. Помимо влаги еще и вредители одолели. По области убрали почти 80% площадей. Медленнее всего дела идут в Бердюжском районе. Не было у нас никогда такой ситуации, чтобы повторно крестоцветные цвели. То есть все мастичные у нас начали повторно вегетацию, повторно цвести. Вот мы их скосили в сентябре месяц. И уже там пролежали они 20 дней. На сегодняшний момент они только-только подошли, для того, чтобы их обмолачивать можно было. Не закончили с картофелем и с овощами. Второй хлеб еще нужно убрать на площади более 800 гектаров. А овощи почти на четверти полей. При этом урожайность по всем фронтам выше, чем в прошлые годы. Картофеля с гектара вывозят 30 тонн. Для сравнения, в 2018-м было около 27. С овощами та же самая картина. С гектара берут почти 48 тонн. В прошлом году 42 с небольшим. Но, как известно, собрать богатый урожай – это только начало. Нужно его еще и выгодно продать, чтобы с хорошей прибылью завершить сельскохозяйственный сезон. Иван? – Большое спасибо, Инна. О том, как завершается уборочная кампания в регионе, нам рассказала Инна Михайловская. 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 Михайловская.